Друзья, я вас приветствую! Сегодня продолжим изучать C-Sharp, будем говорить про структуры класса и объекта. В частности, теперь мы коснемся конкретно ООП, это объектно-ориентированное программирование. Мы узнаем, ну я во всяком случае попытаюсь рассказать про основы ООП, то есть инкапсуляция, полиморфизм, наследование. Ну и в общем хочу напомнить, что это урок номер 12 для начинающих разработчиков. Если вам это интересно, подпишитесь на канал, чтобы не пропустить новые видео. И в общем-то давайте переключимся в Visual Studio и начнем! Друзья, сначала пару слов про редакторы. Напоминаю, что это Visual Studio, что она бесплатная, что куча редакторов существует в интернете. И Reiner, и Visual Studio Code, и другие, собственно говоря. И платные, и бесплатные выбирайте сами на свой вкус и цвет. Я уже в 2002 версии использую, по-моему, Visual Studio от Microsoft. Настоятельно рекомендую. Очень много плюшек, фишек, феничек, которые существуют в Visual Studio. В общем, это к слову о том, какой редактор использовать, на отличие от того спроса, который мне задавали в предыдущих уроках. Выбирайте тот, который вам удобный, настраивайте, как вам удобно. Можно писать в фиксовом редакторе, потому что C-Sharp компилятор. Можно вызвать даже из командной строки, и программа запустится и заработает. В общем, поехали дальше. Давайте для начала придумаем то, что мы будем делать. Ну, например, у меня есть стринг какой-нибудь месседж. И я хочу, чтобы этот месседж был равен, ну, например, до того, пожаловать, всяк. Вот так вот. И, допустим, у меня есть еще какой-то DayTime, я напоминаю, что можно писать War и, например, CreatedTags. То есть, когда был создан этот месседж, и давайте создадим новое значение, это DayTime, Now, допустим, вот таким вот образом. И теперь я хочу в консольное приложение вывести как раз вот этот месседж и, собственно говоря, DayTime. И для этого мне нужно сделать вот таким вот образом. Допустим, я сюда хочу указать CreatedAdd, то есть, когда оно было указано, я хочу написать ToolString, и не просто подставить шаблон, который называется, ну, например, давайте вот такой, ну, давайте вот такой, да, ShortDate. И, соответственно, я могу сюда написать еще дополнительный текст, двоеточие, например, и тот самый месседж поставить. То есть, я вывел сообщение. Так, у меня здесь подсветка какая-то, давайте посмотрим, почему она в нее подсказывает. Interpolation. А, ну вот, она предлагает более короткий вариант. Ладно, бог с ним, пусть будет так. Давайте запустим приложение и посмотрим, что у нас есть в консольном приложении. Сообщение, которое было выведено. Дата, двоеточие и, собственно говоря, сообщение. Так вот, каждый раз оперировать вот этим набором параметров на самом деле неудобно, поэтому давайте создадим тот самый класс. Это будет класс, а не структура. Мы чуть-чуть попозже поговорим про структуру, если не забуду. Паблик, класс. Давайте назовем его Message. Просто будет Message, так называемый. И внутри него создадим стринговое значение для текста этого месседжа. И пусть будет Date, то есть, когда это сообщение было отправлено. И назовем Created Pet, то есть, когда было создано. И теперь, соответственно, я могу вот этот класс, давайте его ниже подвинем. А вот здесь и скажем, что мы хотим создать как раз этот класс, новый instance, то есть, экземпляр этого класса. var я уже буду садю списать, message равно new message. И, соответственно, могу заполнить вот здесь вот текст равен. Давайте я сюда скопирую, чтобы вам не тянуть ваши, так сказать, кота за зайцем. И Created Pet я хочу написать, ну, давайте я напишу DateTime, Now, так, вот этого будет достаточно. Вот. То есть, правильно было бы здесь, наверное, написать текст, и здесь написать текст. То есть, если прям уж совсем быть до конца честным, то, смотрите, я вот эти вот параметры объединил в одном классе. Теперь я их могу удалить, они мне не нужны. И, соответственно, у меня здесь осталось сообщение, которое я хочу показывать. Но, смотрите, давайте я вот что покажу. На самом деле классы, они уже имеют какой-то предопределенный функционал. И если посмотреть на message, у него есть такой метод, который называется ToString. Вот я его показываю. То есть, если я напишу Console.WriteMessage, а мы в WriteLine принимаем только объект, ну, это может быть и стринг, давайте напишем ToString. И я выполню это приложение, а у меня сейчас будет ничего. То есть, просто message ни о чем не говорит, как вы видите, это неинтересно. Но если я в классе, в моем классе, который скажу, что у меня message... Я могу сказать, что у меня вот этот message сейчас, на данный момент, как вы понимаете, он выводит название класса. Давайте еще раз покажу. Вот мы запустили приложение, сделали... Вот здесь вот мы сделали ToString. А вот этот ToString, что вывел? Это, в общем-то, предопределенный класс. Я хочу его переопределить. Override – это значит написать свою какую-то реализацию, которая будет использоваться в этом классе. Итак, Override – это переопределение существующего функционала. По большому счету, это такая часть полиморфизма. То есть, Microsoft написал метод ToString, который выводит просто название класса. Я написал Override, и я хочу этот ToString переписать. Пусть у меня сюда выводится как раз вот это вот сообщение. То есть, я хочу, чтобы у меня выводился created.add и текст вместо просто названия класса. Давайте запустим еще раз это приложение, и смотрите, что у меня появилось. Вместо message у меня появилось то, что я сказал выводить, переопределив значение, то есть, поведение по умолчанию. То есть, я сделал Override, то есть, я воспользовался OOP. Теперь давайте вот эту штуку уберем. У нас есть message, который мы можем выводить. Давайте здесь еще так вот сделаем в консоли Override, чтобы вот так вот отделить. Я постараюсь, обрядчески сделаю много этих палочек. Вот, смотрите, теперь у меня получается, что message у меня есть, и мне бы хотелось добавить. Ну, смотрите, сейчас на самом деле это бесполезная штука, по большому счету. С одной стороны, единственное, что я знаю, когда было создано это приложение, то есть, когда это было сообщение, создано по времени. Но я бы, наверное, хотел бы сделать не просто message, а, наверное, ну, если говорить про message, какие они бывают. Message, какие бывают у нас, ну, наверное, приветствие, да. Да, наверное, логирование, наверное, email message, наверное, какие там еще, я не знаю. Ну, давайте напиши в комментариях, какие еще, знаете, будем про них потом тоже поговорить. В общем, давайте подумаем таким образом, что вот этот message у нас, давайте сделаем новый класс, который называется Public Class, и давайте его назовем email message. И, смотрите, на самом деле, надо понимать, что у меня эти два класса, они могут быть абсолютно разные и абсолютно не связаны между собой. Но я понимаю, что у меня вот это вот, created that, то есть время создания сообщения, оно теоретически должно быть еще и здесь. Ну, я просто хочу знать, когда я создал это, собственно говоря, событие, то есть вот это вот сообщение. И вот этот вот текст, теоретически, у меня тоже может быть частью email, да. Ну, давайте напишем сюда все свойства, которые мы будем использовать. Mail to, то есть к кому идет сообщение. Давайте mail from, это от кого идет сообщение. Соответственно, здесь у меня должен быть какой-то subject, то есть как раз заголовок сообщения, и, наверное, какой-то, ну, пусть будет buddy. То есть это то, из чего состоит обычно мыло, да. Мы все знаем, что есть кому, от кого, и, собственно говоря, заголовок и тел сообщения. Ну, я понимаю, что у меня вот это вот одинаковое здесь, а buddy и текст, ну, теоретически мало чем отличаются. И я полагаю, что, наверное, их как-то можно определить, и что я для этого сделать должен. Ну, если у меня buddy здесь будет называться текстом, это на самом деле вообще ничего не изменит. И я понимаю, что у меня вот это сообщение и вот эти, ой, вот эти вот свойства в этом классе. Давайте прямо вот так нарисую. Вот это и вот это свойства в этом классе абсолютно совпадают с этим, с этим свойством в этом классе. Что я могу делать? Я могу применить на стиле. Я могу сказать, что мой класс email message наследуется от message. И обратите внимание, теперь у меня компилятор показывает, что вот эти вот два свойства, ну, это Visual Studio, опять же, один из плюсов, что она это может делать, показывает, что у меня вот эти два свойства переопределяют существующие уже в классе наследники. То есть, другими словами, я могу их удалить, но это значит, что у меня теперь один класс email message наследуется от message, и все вот эти вот от него производные забирают в себя. То есть, он их в себя включает. Давайте создадим var email message какой-нибудь, и пусть это будет your email message, и сюда добавим парочку. Created at у нас пусть будет date time now. Дальше текст, ну, пусть будет так вот. Вот, email message, и давайте еще добавим каким-то, from mail, ну, давайте пока просто напишу, mail from, запятая, mail, ой, mail, конечно же, тут должно быть mail, да, я прошу прощения, я не знаю печалку. Вот, mail from, mail to, и тоже давайте так вот, mail to напишу, что у нас там еще есть, subject, видите, visual studio любезно подсказывает, какие свойства я еще не заполню. Давайте я просто напишу subject, собственно говоря, subject, вот так вот. И теперь я хочу в консольном приложении также вывести, ну, только теперь уже этот вот email message. Давайте запустим приложение. Смотрите, у меня есть информация о том, что добро пожаловаться. Ну, давайте напишем здесь просто message, simple message, и еще раз запустим. Вот, смотрите, simple message, так же это как раз вот эта консольная строка. Вот эта вот вывела вот эту, а вот эта строка вывела вот эту. Am, ой, я неправильно написал, am email message, и надо говорить о том, что у нас как раз получилось так, давайте я здесь напишу am, что, am вот так, печатка. То есть я сделал override в главном, вот базовом классе, и написал, что нужно выводиться, и не только классы, ой, не только свойства этого класса попали сюда, но и переопределенные классы. Давайте еще раз запущу, покажу, что, собственно говоря, произошло. У меня есть переопределение метода toString, и они показываются вот для этого, и вот для этого. То есть вот это вот показано вот здесь, а вот это вот показано вот здесь. То есть наследование передалось целиком и полностью. Это называется, ну, в общем-то, это называется наследование, и я хотел еще показать вам немножечко полиморфизма. То есть у меня сейчас вот базового класса передалось на его наследника, наследника вернее от него, и я хочу наследники от базового класса сделать снова override, и хочу снова переопределить то string, и здесь уже хочу написать, но не только на то, что было created, давайте вот так вот я сделал, но и добавить дополнительные значения. Я хочу сказать, что у меня здесь был subject. Ну, давайте точку поставим, потом еще раз created, и вот так вот я поставлю. Вот здесь mail from, а здесь тире напишу, ой, тире, и снова напишу mail to. Ну, я использую интерполяцию, я просто в текстовую строку подставляю значения полей, которые хочу показывать. Давайте запустим еще раз, и что же у нас все-таки получилось. На самом деле получилась интересная штука. У нас в базовом классе есть свойства, которые мы используем для переопределения самого базового класса, от которого остаются все объекты. Все шарпы, это объект называется объект. И здесь у нас был create text, и мы создали наследника от этого класса месседж, у наследовали его в email месседж, у нас добавились новые поля, здесь у нас снова есть переопределение, в котором мы написали длинную строку, и обратите внимание, у меня получается, что email месседж теперь отображается вот так, а месседж, который был изначально, отображается вот так. То есть мы переопределили, переопределенное, если так можно выразиться, я думаю, что вы понимаете, о чем я говорю, и это вот эта сила вот этих вот C-шарпа, полиморфизма, это на самом деле очень круто. То есть полиморфизм это то, что может быть одно и то же, например, ToString, быть по-разному реализовано в других классах, вот если так вот совсем просто говорить. То есть ToString мы в одном классе сделали вот таким образом, а здесь ToString сделали таким образом, вот это и есть полиморфизм. То, что мы забрали от этого класса часть свойств вот сюда, прописав его здесь, это наследование. Ну и в общем-то теперь встает интересный вопрос, что же такое инкапсуляция, давайте я еще что-нибудь придумаю. Смотрите, я вот здесь вот явным способом задаю DayTimeNow, и здесь DayTimeNow, и я в общем-то не хочу это делать каждый раз, я хочу инкапсулировать, я хочу сокрыть некоторое поведение класса внутри него самого. То есть я не хочу писать CreatedAd, я не хочу писать здесь это CreatedAd, потому что, ну это, во-первых, бессмысленно, во-вторых, сюда могут поставить любую дату, то есть создать сообщение на числа вперед или задним числом, и это будет на самом деле плохо. А я хочу сделать вот таким образом, что у меня есть конструктор, ну теоретически я могу сделать даже без конструктора. Давайте пока про конструктор говорить не будем, я могу сказать, что у меня CreatedAd, оно не дается его установить, и по умолчанию я буду в сторону, да и TimeNow, собственно говоря, я запускаю, и у меня все то же самое работает, только теперь у меня дата, время создания, создаются в базовом классе, и я их никак не заполняю, и это поведение предпринимать нельзя, потому что я убрал, я начинаю управлять уже своими классами, я говорю, что CreatedAd, смотрите, CreatedAd мне вот даже нет, да, вот это прикол, то есть у меня в Message нету CreatedAd, хотя он как бы есть, ну и здесь я могу сделать то же самое, могу сказать, CreatedAd, я его просто не вижу, у меня его нет, я не могу его создать, но тем не менее, я могу к нему обратиться, например, Message.CreatedAd, видите, оно есть, я могу поставить ему, например, DetailNow, но у меня компилятор скажет, что так сделать нельзя, потому что пропитки, свойства не имеют сетера, то есть, я начинаю управляться им классами, говорить, как с ними можно обращаться, вот это, собственно говоря, называется инкапсуляция, то есть, я не даю доступа каким-то объектам, каким-то свойствам, каким-то типам свойств на доступ можно определить, ну, наверное, об этом чуть попозже, давайте в следующей части. Давайте создадим еще какого-нибудь наследника от этого месседжа, и пусть это будет, давайте, новый класс, и назовем его Public Class, про Public мы потом что-то отдельно поговорим, но давайте Notification Message, то есть, какое-то сообщение, которое является нотификацией, какого-то события. Ну, теоретически, я могу его также сделать на следующем от Message, там будет текст и дата создания, это тоже актуально для нотификации, и, наверное, еще добавить свойства, которое называется String, ну, например, Event Type, то есть, что за события мы там, которые уведомляем, которые хотим, собственно говоря, запомнить, чтобы человек, который любит читать, понимал, что за события к нему прилетело. Ну, во-первых, давайте уведем все рекомендации, которые, собственно, давайте так и сделаем, Default, и восклицательный знак, так тоже можно поставить, Default у нас будет, соответственно, NULL, можно написать вот так, NULL не равно, ну, то есть, NULL говорит, что оно не равно NULL, а здесь дефолтное для этого будет NULL, я поставил восклицательный знак, то есть, ну, не будет NULL, то есть, теоретически, это тоже будет вот таким вот образом. Ну, и без Subject у меня мыло тоже не действительное, поэтому я тоже поставлю Default, ну, и здесь давайте я тоже поставлю, чтобы у меня не было предупреждения от компилятора, ну, и смотрите, у меня есть уже, ну, давайте вот, вот так вот сделаем, давайте я открою, вот этот вот редактор, здесь отдадим новый, файл, текстовой, это я сделал для того, чтобы можно было, показать вам некоторые схемы, я буду использовать Mermaid, я где-то в блоге писал про него, если вы не знаете, что это такое, то не важно, главное, что у нас есть, смотрите, класс, диаграм, и мы будем говорить, что у нас есть, ну, давайте вот так, у нас уже есть три класса, и я сейчас их сюда напишу, класс, мэссэйдж, ну, вернее, так, давайте, чтобы было сразу понятно, что я делаю, у нас есть e-mail, мэссэйдж, и notification, то есть, ой, notification, мэссэйдж, и здесь ясное дело, что они у нас представлены, надо указать зависимость, давайте укажем, что у нас, давайте вот так покажем, и мы скажем, что у нас, так, e-mail, мэссэйдж, наследник от, мэссэдж, и, соответственно, у нас такой же есть еще и notification, мэссэйдж, ну, смотрите, у нас получается таким образом, что мэссэдж у нас, на самом деле, мало информативная штука, и я не хочу сделать таким образом, чтобы программисты создавали его экземпляры, как вот в данном случае, ну, потому что в моей программе, предполагаемой, такой виртуальной, нет смысла для этого сообщения, я хочу его скрыть от разработчика, чтобы он не мог делать вот так вот, new, message, и для этого я должен сказать, что мне теперь этот класс будет абстрактный, так, абстрактный классы запрещают создавать экземпляры этого класса, вот, вы видите, компилятор выдает предупреждение, что из абстрактного класса нельзя создать, собственно говоря, объект. Теперь у нас это остается в истории, и, соответственно, это можно удалить. Теперь, смотрите, какие плюсы дает вот этот вот абстрактный класс. Я, смотрите, вот здесь, у меня, собственно говоря, во-первых, я могу перечислить, какие у меня есть поля, message есть, string, что там у нас, текст, и есть еще, ну, давайте, update, time, что там, created, that. Собственно, я хочу показать следующее. Смотрите, у меня сейчас message, это абстрактный класс, и, собственно говоря, я не могу создать экземпляры этого класса, но для чего нужны абстрактные классы? Они нужны для того, чтобы управлять разработкой и наследниками. То есть, смотрите, у меня текст вот здесь задан явно, и я могу его не задать, запустить приложение, и у меня будет, ну, черти что, текста нет, это ненормально. Я не хочу, чтобы это было. Я хочу сказать, что у меня в абстрактном классе вот этот текст, string, текст в этом message, я хочу сделать тоже абстрактным, и убрать вот этот сеттер, и заставить разработчика ввести обязательно текст. Обратите внимание, что после того, как я добавил абстракт, у меня обязательно изменились все наследники. В данном случае, у меня их два, и оба пометились красным, что у меня теперь там ошибка, и говорит, что у меня не описано, что делает это поле текст. У меня нужно в каждом из классе написать. Как это делается? Ну, во-первых, это можно использовать в Тяжел Студию, и нажать Enter, вот таким образом она добавит оверайт текст. То есть, я сделал абстрактный, это тут был, вот он, абстрактные свойства, которые тоже теперь могу в наследнике сделать оверайт, и сказать, что у меня это поле всегда равно, но, ну, допустим, ну, я могу по модному написать, давайте я напишу по модному, MyText, ой, MyText, ну, так вот и все. И это поле нельзя будет изменить. Больше, я могу поставить его разрешить на изменение, то есть, поставить сеттер, и оно, собственно говоря, будет уже подчиняться тем правилам, которые обычно, которым подчиняются те свойства, которые создаются по умолчанию. и, в общем-то, мне нужно теперь здесь его использовать в текст, равно, ну, как вы понимаете, email, message. Собственно, как-то все работает, на самом деле все это воу, у меня тут что-то сломалось. А, я здесь запятую поставил, точку запятой поставил. А, вот здесь больше не поставил. Вот, смотрите, и здесь мне нужно сделать то же самое, ну, или, собственно, написать string, текст, и добавить обязательно поле write, потому что это поле существует в базном классе, и мне нужно его реализовать. В общем, запускаем, и, собственно, мы видим как раз то, что, собственно говоря, видели до этого. Зачем еще нужны абстрактные классы? Ну, смотрите, абстрактные классы, если про них говорить, они позволяют перегревать функционал, то есть, для наследников, последующих в том числе. Например, так, давайте вернем обратно. Смотрите, у меня, ну, давайте текст сделаем не абстрактным, а так он был. Здесь тоже вернем назад. Просто будем добавлять функционал без изменения предыдущего. Так, будет проще для понимания. Смотрите, я, допустим, хочу, чтобы у меня вот это самое свойство автор было доступно во всех наследниках. Я поставил protected. Я открыл здесь ссылочку. Я хочу показать, что такое protected. Это мы устанавливаем доступ к защищенному элементу экземплярами этого же класса. То есть, у меня есть message, и вот все наследники от этого класса будут иметь доступ к этому свойству. То есть, на запись это свойство автор. Это, собственно говоря, подемонстрировано здесь. То есть, вот автор. В оверрайде мы его делаем, и мы в автора устанавливаем как раз вот это значение. Если я поставлю, что у меня вот это свойство правиль, оно скрыто, то у меня появится ошибка. И вот первая ошибка, что оно не может быть, потому что недоступно на запись. И, собственно говоря, так во всех непосредственно созданных наследников от этого класса message. Я могу открыть его, и, в общем-то, тогда никаких ограничений нету, и можно от него ставить и, собственно, использовать. Модификаторами мы, наверное, чуть попозже пообщаемся. Ну, и, тем не менее, вот такой вот у нас функционал получился. Я еще раз напоминаю, что ООП это, на самом деле, очень интересно, на мой взгляд, и я основательно, настоятельно рекомендую с этим познакомиться поближе, потому что оно позволяет, но мы в прошлом видео говорили про декомпозицию, то есть уменьшение сложности, это как раз позволяет в том числе и ООП делать, уменьшать сложность, когда у вас функционал базовый, который писать не нужно много-много раз, переносить из одного в класс в другой. Более того, если потребуется внести какие-то изменения, то не нужно делать больших манипуляций, мы можем просто название поменять, здесь вот текст другой, например, и оно поменяется во всех наследниках, и это на самом деле круто. Что еще хотел сказать? Я еще хотел сказать следующее, если у нас собственно говоря есть абстрактный класс, то теоретически существует вероятность, что notification message как таковой мне больше не потребуется. Я хочу, чтобы он тоже был абстрактный, то есть его экземпляр тоже создать будет нельзя, и вот мне об этом уведомление идет, давайте я здесь сделаю error message, error notification message, или как-то его, я его только написал, я его не создал, ну давайте создадим, у нас есть success notification message, я его вот задублирую и скажу, что это у меня теперь warning notification message, соответственно, это будет error, значит, большой, упс, большой напишем error notification message, и скажем, чтобы решартер раскидал их по классам, вот я нажал не туда, а нет, туда, все, вот смотрите, у меня теперь есть какое-то количество messages, и собственно говоря, когда я приезжаю, вот у меня один, и здесь уже будет type допустим error, и это будет success, но мне не хочется добавлять вот этот event type тип, я могу сделать что? Правильно, я могу создать какой-нибудь enum, который назвать event type, и это будет сшарповский перечисление, enum, и здесь я напишу non, по договоренности, то есть по конфигурации Microsoft по рекомендации никогда не писать дефолтное значение, валидное какое-то, и здесь я напишу success, упс, здесь я напишу warning, и здесь я напишу error, ну, вот так, и теперь у меня есть перечисление, которое я могу собственно использовать уже в этих классах, но для того, чтобы вот здесь этого не писать каждый раз, я пойду в наследника, я пойду в наследника, и вот здесь в абстрактном я могу сказать, что у меня во-первых это будет уже не string, а event type, нет, event type, и этот event type у меня будет не просто значением каким-то, а это будет абстрактное значение, то есть все наследники от этого класса должны сказать наследник чего, какой тип ты имеешь, и соответственно у меня сейчас появится куча ошибок, и первая ошибка говорит о том, что мне нельзя сюда добавлять event type, и я вообще его не смогу здесь добавить, потому что оно перекрыто, я не могу ему установить сектор, то есть я говорю, что разработчик, который собственно говоря использует мой код должен сделать здесь следующее, ну вот, если нажать control точка, в вашем случае наверняка, то будет подсказка, нужно сделать override этого event type, и я могу здесь написать, что у меня event type для error равен соответственно error, ну и такое же, где у меня следующая ошибка, для success, это будет соответственно success, ну и соответственно для warning, как вы уже догадались, будет warning, то есть буквально 2-3 манипуляции и у меня уже базовое определение, которое говорит о том, что у меня вот эти вот типы сообщений соответствуют их названию, что это дает, на самом деле это очень много чего дает, давайте покажу дальнейшие действия, смотрите, у меня есть одно сообщение, второе сообщение, пусть это будет тогда в соответствии с этим называться error, это пускай будет success, а это назовем warning, и здесь соответственно warning, вот таким вот образом, что это дает, я могу создать новый список сообщений, и сказать, что он будет не определенного типа какого-то, а базового типа, что это дает, вот смотрите, во-первых, если я создаю, допустим, тип success, то в этот список list message я могу добавить только, как вы видите, notification message, то есть в данном случае, ой, у меня, да, тут нужно поправить, что это у нас warning, и давайте вот так вот сделаем, вот так, о, не, не, не так, я хочу вот так скопировать, чтобы мы их различали, и вот так скопировать снова, чтобы различали, и вот так, чтобы, вот, вот таким вот образом, то есть, когда я создаю список, а мы про них поговорим чуть позже, этот забег на будущее, мы можем сюда добавить только тип, который называется success certification message, то есть, если мы запишем сюда success, то это у меня сработает, и я скажу console.write, давайте вот так вот, for each list message var item, и здесь скажем, давай console.write item, так как у нас уже пределено to string, мы увидим адекватную картинку, ну вот, смотрите, у меня здесь, непонятно, кто из них, давайте напишем вот так, console.write, и здесь напишем list, вот, у меня сейчас в списке одно сообщение, оно success, что вообще дают эти оверрайды, ну, на самом деле, это очень удобная штука, давайте попробуем сюда добавить warning, warning у нас, как вы видите, не добавляется, потому что тип warning notification message не соответствует success notification message, соответственно, если мы будем сюда писать error, у нас будет такая же ошибка, это на самом деле очень, очень грустная, печальная история, но если я буду использовать базовый класс, то есть, от которого все эти месседжи произошли, эта ошибка удаляется, и соответственно, когда я нажму выполнить, у меня программа прекрасно выполнится, и соответственно, вы увидите все три типа сообщений, вот, собственно говоря, один из плюсов вот это вот, так сказать, абстрагирование, мы открестились от конкретного типа, взяли базовый, от которого все наследники, ну и вот результат, получается, что у нас в списке может быть все сообщения типа notification message, и success, и error, и warning, и они все положились, как-то, засунуты в один класс, ими можно управлять, в смысле, перечислять и выводить их в строку, да, понятное дело, что у нас назревает некоторый конфликт, да, то есть, я могу вывести все сообщения, но я не могу вывести конкретно, например, сообщения, то есть, ну, если говорить, что у меня в каждом сообщении, то есть, если я сюда запихивал базовые значения, то тут можно достучаться только до базовых, то есть, event type, author, create и text, если вы помните, они у нас были здесь, автор, create, текст и больше ничего, а как же мне быть, если я хочу вывести весь список, давайте выведем не только то, что, ну, вот, существует здесь, а еще и сделаем такую штуку, здесь, на самом деле, все очень просто, я могу вывести, вот, смотрите, давайте выведем вот так вот, пусть будет здесь будет event type, где также воспользуюсь интерполяцией, чтобы вывести сообщение в одну строчку, или вот так вот, event type, ну, давайте пока вот так кавычку поставим, запустим, да, вот я вывел тип этих сообщений, теперь я хочу вывести, ну, например, из error, что у меня в error есть, ничем у меня в error нет, давайте в error добавим message, ну, давайте свойство, к вам добавим, которое будет принадлежать только success, пусть это будет string, нам так проще, и success, текст, соответственно, и вы не поверите, я скопирую warning, ну, есть у нас там текст, но давайте я все-таки добавлю дополнительные свойства, которые будут отличаться, и это будет warning, текст, и есть у нас еще error, тоже добавим error, какой-нибудь error, ну, то есть специфичный error ошибки, если хотите, текст ошибки, без привязки к тексту, как такому, который есть в базовом классе, то есть, как мне теперь вывести вот эти вот сообщения вот сюда, то есть, я хочу, чтобы у меня здесь было event type в зависимости я хочу здесь success вывести, но это тоже на самом деле очень делается просто, в я пишу message равно, здесь я пишу, что я хочу переключать, то есть, что я хочу брать, event type, я хочу его свечнуть, ну, то есть, выбрать, что я конкретно буду делать, и если у меня здесь event type, допустим, я буду выводить ничего, если у меня event type, ну, теперь, допустим, success, я буду выводить сейчас, сейчас напишу, item. и здесь мне нужно этот item привести к типу success message, и, соответственно, мне станет доступно success с текстом, ну, и так по нарастающей, то есть, если у меня здесь будет warning, то здесь будет, упс, не то сделал, вот, здесь мне нужно привести к типу warning, здесь error, здесь соответственно, error, ну, я уже забегаю далеко-далеко вперед, вы, в принципе, уже можете выключать это, собственно говоря, видео, а я пройду до ума, то есть, смотрите, у меня здесь error, и где-то тут error текст, то есть, другими словами, в зависимости от того, какой тип, я сюда буду подставлять message, и нам осталось только вот этот message в каждом из вот этих свойств заполнить, например, так как это у меня error notification message, я сюда могу написать error text, это будет error, ну, текст пусть будет, здесь, соответственно, я могу скопировать и добавить такое же свойство на success, давайте пишем success быстренько, и здесь у нас свойство success, и запятая сюда сделать то же самое, то есть, это будет warning, и, соответственно, текст, который выполняет свойства, называется warning, и теперь, когда я запишу это приложение, мы увидим напротив каждого сообщения как раз ту информацию, которая будет соответствовать тому типу для каждого из приложений, то есть, это работает подобным образом, то есть, мы можем сделать разные, собственно говоря, типы объектов наследовательного, и запихнуть их в один список, например, это очень удобно, когда вы работаете, например, с базами данных, мы можем достучаться до каждого из свойств, которые принадлежат конкретному классу, мы можем вывести общее название полей, например, у нас здесь есть item, created ad, у нас это есть во всех полях, во всех наследниках, и мы можем сделать это вот таким способом, то есть, на самом деле, ООП одно из самых интереснейших так называемых времяпрепровождений, если так можно выразиться, на самом деле, вот здесь есть креатив, здесь вы создаете объекты, вы создаете это, конечно, виртуально, но тем не менее, можно считать себя креативщиком, который, рисует мир, мир класса, если хотите, и управлять ими, соответственно, можно разными способами, перекрывая свойства, модификаторами разными, запрещая, разрешая, наследовать, требуя выполнять те или иные методы, в общем, это, на самом деле, очень крутая штука, я думаю, что я вас заинтересовал, подписывайтесь на канал, пишите правильный код, и будьте здоровы! Субтитры сделал DimaTorzok